Привет друзья! США передадут Украине одну батарею ZRK Patriot Mi-104B. Сейчас на вооружении США находятся две модификации Patriot – ПАК-2 и обновленная ПАК-3. Скорее всего будет передана версия ПАК-2. Обучение расчета ZRK Patriot занимает 6 месяцев, но его ускоренно проведут в Германии за несколько недель. ЗРК принят на вооружение в 1982 году. По дальности поражения, а она у версии ракет ПАК-2 160 км, ЗРК можно отнести к комплексу средней дальности. Предполагается, что ЗРК будет защищать от БПЛА и калатых ракет. Скорее всего его установят глубоко в тылу. Опыт применения ЗРК показал, что с поражением БПЛА у комплекса были проблемы, что проявилось в Саудовской Аравии. Но это тема отдельного разговора. Стоит отметить, что ЗРК предназначен в первую очередь для поражения самолетов и ракет. У ЗРК минимальная высота перехвата целей 60 метров. Минимальная высота полета ракет калибр 20 метров. Высота полета дронов Герань-2 тоже 60 метров. Максимальная дальность опознавания целей РЛС составляет 35-50 километров. При высоте полета цели от 50 до 100 метров. Высотные цели засекают на дальности до 180 километров. Сильная сторона ЗРК – система управления, которая обеспечивает применение ЗРК Патриот вместе с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и наведения типа АВАКС. В такой ситуации Патриот может находиться в режиме полного радиолокационного молчания до самого последнего момента, до получения целеуказания от АВАКС. Зенитная батарея ЗРК Патриот состоит из четырех или восьми пусковых установок в зависимости от модификации, с четырьмя ракетами на каждой. На испытаниях ЗРК Патриот Пак-3 вероятность поражения одной ракетой самолета составила 80 – 90 процентов. Тактической ракеты от 60 до 80 процентов. У версии Пак-2 вероятность 30 – 40 процентов. Максимальная дальность перехвата цели до 160 километров при максимальной высоте до 24 километра. Минимальная дальность перехвата 3 километра. Минимальная высота перехвата 60 метров. Стоимость одной батареи ЗРК Патриот от 500 миллионов до миллиарда долларов. Стоимость ракет от двух до четырех миллионов долларов за штуку. ЗРК стоит на вооружении многих стран. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр, мы осветим все.